Доброе утро! Ну что, я опять с утра пораньше тороплюсь. Почему? Потому что я сегодня опять работаю. Ох, еле встала. Все-таки, когда отдыхаешь подольше, потом тяжело раскачаться. Ну, короче, значит, мне от Яндекса выпал бонус. 111 поездок, я получу 11 тысяч. В принципе, если постараться, этот бонус можно сделать. Но на выходных мы с Тёмой хотим, ну, в сауну пойдём. Потом я ещё встречаюсь с подружкой. И мне совершенно некогда будет работать. Ну, в плане того, что, ну, в выходные я буду отдыхать, а это минус 2 дня, а остаётся только 5 дней. То есть надо делать больше, сколько? Ну, 20 поездок надо делать, да, если 5 дней у нас. Уж правильно считаю? Ну, чуть-чуть меньше 20 поездок. Я, конечно, попробую. Но это так утомительно. Я вчера хотела работать до 4. В итоге, когда я обнаружила, ну, типа я решила, что всё, я уже хочу домой. Было уже 4 часа, я была глубоко на юге. Полтора часа добиралась домой. И жутко устала, честно. Это была прям полноценная, практически, рабочая смена. Ох, как тут снежно. Ну вот, полноценная рабочая смена. Я что-то не хочу прям целый день работать. Не знаю. Посмотрим. Ну и метель. Просто враг. Сегодня мой рабочий день начинается с заправки автомобиля. Хотела вчера это сделать. Тёма, короче, расфигачил свой телефон опять, который он починил неделю назад. Короче, придётся тут уже покупать новый телефон. Новый. Экран его уже не спасёт. Вот что, у вас злой сидит как чёрт. А я что-то планировала, что мы вчера купим новый телефон. Поэтому я не стала вчера машину заправлять. Ну, сегодня попозже на работу выйду. Ну, что поделать. Вообще, я планировала сегодня ещё помыть машину. Она такая же грязная, как и вчера. Вы посмотрите на этот ужин. Но я не вижу никакого смысла на улице нефин. Хотя, с другой стороны, из-за того, что метель на улице чиста, может быть, и стоит помыть машину. 39 литров. Как думаете, до 40 дожмём? Ну, тёма же это как-то делает? Нет. Нет. Короче, дожмём, я поняла. Чуть-чуть осталось. Всё, супер, дожали до 40 литров. Не люблю опаздывать на работу по утрам, но сама виновата. Чё поделать? У меня сейчас, короче, не сработало закрытие автомобиля по касанию. Я уже, знаете, смеюсь, думаю, чё в этой машине отвалится в следующий раз? Ну, я так поняла, что мой вариант ещё не самый худший. Ну что, заканчиваю поездку. 45 минут. Так. 1400. Ну, почти 1500. Ух, 7 баллов. Так, несмотря на то, что я, похоже, сейчас в зоне, по цепочке заказ вряд ли в зоне. Кстати, то, что вот я сейчас отвозила девочек, я их отвожу уже третий раз. Я уже заметила, что каждый раз, когда я опаздываю, ну, как бы задерживаюсь с началом рабочего дня, я их подвожу. То есть они заказывают машину где-то в районе, там, в промежутке 7.30-7.35, где-то вот так они заказывают машину. И к 8.30 они уже на работе. Сегодня из-за погоды просто мрак на дорогах. Просто мрак. Аварии. Я сейчас еду, я старалась лишний раз не перестраиваться, просто потому, что ни черта не видно. Так, значит, следующий заказ у нас на Ждановску. 25 минут поездки, 1200 на балансе. Блин, был заказ по цепочке, но его отменили, обидно. А здесь-то будет непросто взять заказ, мягко говоря. Ну, это мой любимый дом. Но сегодня тут прогуливаться не буду. Сегодня плохая погода. Поэтому я сразу уезжаю. 15 минут, 663 рубля. Итого, у меня 3000, 3084 рубля, 3 заказа. В общем, короче, все-таки решила, что я не буду делать бонус, потому что, когда делаешь бонус, ты больше работаешь, зарабатываешь столько же. Потому что тебе приходится брать комфорт. У меня с комфорта бомбит. У меня с комфорта вечно просаживается рейтинг. Потому что они, ну, как бы я не говорю, что прям все такие. Нет, но есть такие пассажиры, которые не способны корректно указать, куда конкретно подать машину, но при этом капец как возмущаются. Так, значит, ну, типа, знаете, водитель должен предугадывать. Нет, не должен. Даже в бизнес-такси водитель не предугадывает. Ты напишешь, он сделает. Это несложно. Кстати, на самом деле полно народу, которые даже, ну, не только в такси такие, да, они такие в своей постоянной жизни, да, то есть они считают, что окружающие люди должны угадывать. Значит, нет, не должны. Просто скажите, скажи, дорогой, я хочу цветы сегодня, я хочу какой-то романтики, я там еще что-то. Просто скажи. Язык от этого не отвалится. Я еду на почту. О, господи, я еду к Исакию. Да, мне нужно сделать пидстоп. И я в шикарном месте сегодня останавливаюсь. Кстати, регулярно здесь останавливаюсь. Такое шикарное место. А меня как будто бы оформляют. А что я нарушила? Вообще непонятно. Стоит инспектор, там у нас проверяющие ходят. Надеюсь, он далеко не уйдет. И я смогу у него спросить. Потому что штраф за парковку, неоплаченную, 3000 рублей. Но еще не прошло даже 10 минут. А, или он соседнюю оформляет. Слава богу, оформляет не меня, а соседнюю машину. Она продает кофе и стоит без номеров. Так, куда положила телефон-то свой? Все в кармане. Засняла для вас Исакий. Не знаю, что там получилось. Но что-то засняла. Надеюсь, это... Получилось нормально. Так, ой. Сейчас залезу. Время полдесятого. Никакую зону я сегодня вообще не взяла. Но все равно в целом неплохо. В целом нормально, я считаю, ребят. 3000 на балансе. Но комиссию посчитали. И в итоге 2929. Бензина я потратила 100%. Буквально каплю. Так, значит, мне показывала машина, что бензина хватит на 475 километров. Сейчас показывает... Ой, господи, я уже забыла. Сейчас пристегнусь. Не дает. Так, сейчас 435. То есть я проехала... Сколько? 42 километра. 42 километра. Так, еще сейчас надо выяснить. Автоматическое закрывание дверей. Муж отключил или нет? Нет, не отключено. Но у меня почему-то, когда я отхожу, перестала закрываться машина. Так, автоблокировка дверей при удалении. Она почему-то не срабатывает. Приходится доставать ключ. Ну вот. Короче, сваливаю отсюда, потому что время уже много. 14 минут поездка. 611 рублей. Неплохо так. Ну что, я на Крестовском. Время 10. И я хочу есть. Но проблема в том, что единственная еда в машине это вода. Я уже хочу есть. И честно, даже не знаю, что делать. Потому что на Крестовском ничего не купить такого. Но на Петроградке есть ресторан на парах. Ну, так, это что за шляга? Стою я, значит, на линии. Это мне зачем? В общем, фигня какая-то. Даже взять Вольчика. Да, здесь его просто нет. Ни Вольчика, ни люди любят хлеб. Ни хлебников на Крестовском нет. Сейчас буду искать, где-то на Петроградке. Потому что я не хочу долго есть. Я не хочу тратить на это время. Я хочу работать. То есть, соответственно, куплю чай и печеньки какие-нибудь. Не знаю, не печеньки, но творог. Точно! У меня же есть белковая печенька. Я ее несколько дней таскала с собой в сумке. И положила в машину. О, повезло! Ну-ка, ну-ка. Подождите. Так, я что-то зацепила. О, у меня даже две печеньки. Так. Ну-ка. Вот это печенька. 127 килокалорий. А вот это... О, 86. Ну, вот это вкусно. Я ее уже ела. Я ее знаю. Ура! Сейчас пока постою. Блин, или передвинуться на Петроградку и там поесть. Или все-таки... Я, в принципе, могу просто печеньку с водой выпить вообще без проблем. Вернуться на Петроградку, что ли? Как думаете? Сейчас, короче, посмотрю, что здесь по коэффициентам на комфорт. Не хочу брать комфорт, но если я отсюда смогу с ним уехать, то ладно. Я не успела даже печеньку доесть, как пришел заказ. Но сейчас, к сожалению, мне придется двигаться без заказа, потому что я черти где. В парке нахожусь. Но зато получила 60 рублей чаевых. Люблю чаевые. Этих чаевых мне хватит почти на две чашки чая в этом, в Вольчика. Так что смело можно будет пойти купить чая, но попозже, потому что сейчас пока я особо не хочу прерываться, я хочу продолжать работать. 7 минут поездка, 427 рублей. Вполне неплохо, но я опять в дурацком месте. Сильно сомневаюсь, что я отсюда уеду. Очень сильно. Ну, хотя тут бизнес-центр, но время ни туда, ни сюда. Комфорт плюс заказ! Надо же, даже в такую погоду на смотровой площадке Исакия есть люди. Но, с другой стороны, если ты приехал в Питер, то почему бы не подняться? А я в Асторию сейчас заеду, отдохну. У меня на балансе чистыми примерно 4300. Плюс-минус 60 рублей. Что, в принципе, неплохо. Я вообще хочу 5, и можно ехать домой, но чтоб чистыми. Так что долго я сегодня не планирую работать максимум до обеда. А то я вчера так устала. Капец! Потому что в итоге хотела до 4 работать, а в итоге отработала до полшестого. Прям полноценный рабочий день. Но заработала зато 7 тысяч. Выбирала, выбирала, но что-то купить, особенно из готовой еды, прям страшно. Очень много калорий. В итоге я взяла банан, сыр сулугуни, очень низкокалорийное, и тофу со специями. Там очень... что-то 90... Тофу 90 килокалорий, что-то такое. Я думала, съем сразу, но по итогу, короче, пока ходила, думаю, ладно, обойдусь бананом и сыром. Хотя там прилично так калорий тоже, но все равно там порционные. Я думаю, где-то грамм 40, один сыр. Потому что хочется есть и хочется поработать. Как-то прям хорошо работает. Целый день на Каплюсе. Да, я комфорт включила, но так его ни разу и не отвезла. Поэтому... Вот. Раз хорошо работает, хочется работать. Так, это что за чепухня? Рядом с машиной. Кто-то бросил эту коляску, корзинку, короче. Так, ну, бросили. Мы сейчас ее немножко используем. Не могу сумку повесить, а в руке ее носить тяжело, короче. Надо этого корза доставать и все туда приложить. Я, конечно, понимаю, что я таким питанием всаживаю желудок, и мне так питаться нельзя категорически. То есть, в любом случае, надо было там взять что-то. Там, не знаю, даже гречу с капустой хотя бы. Ну, блин. Греча. Греча, ладно. Это капуста там все равно с маслом. В общем, короче. Тема сказала, это, поезжай домой. Типа, ну, пять тысяч я уже заработала, но я хочу еще. Он говорит, поезжай домой, спокойно там, приготовь на вечер, приготовь на завтра. Вот, чтобы еда была, чтобы я так не ездила. Ну, нам не хочется. Прям хорошо день идет. Я, короче, угораю, ребят. Знаете, что я купила? Я думала, я купила банан. Нет. Согласно этикетке, я купила дыню желтую. Проблема в том, что дыня стоит 400 рублей. И я как бы не обратила внимания даже на кассе, что у меня банан стоит 78 рублей за 200 грамм. Я все еще на парковке у магазинов. В принципе, можно вернуться и сделать возврат. Но я уже не пойду. Надо быть внимательней. Блин, я нажала единичку. Во всех магазинах это единичка. Либо эта этикетка уже была. Я просто взяла ее. А моя еще не успела к тому моменту распечататься. Ну, фиг знает. Ну, короче, ладно, 78 рублей за банан, так бог с ним. Ну, все. Я еду домой. Что-то я после обеда подустала. Вот. Три часа дня у меня 6100 чистыми. Возможно, 6200. Но я всегда на бензин побольше накидываю. Так что я считаю, ну, 6000 прекрасный заработок. Поэтому на сегодня все. Так, не поняла. Чувак встал передо мной и поморгала варейкой. Все. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Ну, кому интересно, пишите. Как вам работа моя. Мне нравится. Главное, чтобы работа нравилась. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.